Залп салюта взрывается в небе яркой вспышкой, озаряющей, свет которой озаряет и взрослых, и детей. Сколько радости и счастья дарит людям новогодний салют. Вот только выбирать этот салют, говорят пиротехники, надо правильно. Старший инженер-сапер ОМОНа рассказал, что первым делом нужно обратить внимание на внешний вид петарды. Целостность оболочки и не высыпается ли сам пиротехнический состав. Если все хорошо, то можно покупать, говорит специалист. Саму петарду тоже надо использовать правильно. Выйти на открытую площадку, где подальше от домов, дальше от линий электропередач, жилых строений, машин, людей. После этого петарда поджигается и бросается от себя на 5-6 метров. Запрещено, конечно, петарду держать в руках, а также наклоняться над ней, потому что может произойти взрыв и травмировать глаза. А также запрещено давать петарды маленьким детям. Сергей добавил, что салют запускается по тем же правилам. Нужно выбрать ровную площадку и установить на нее коробку с пиротехническим изделием. Поблизости не должно находиться ни домов, ни линий электропередач. Нужно поджечь фитиль и отойти минимум на 5 метров. А после наслаждаться зрелищем. В некоторых случаях пиротехника не срабатывает. Сотрудник Росгвардии дал советы, как быть в такой ситуации. Не подходить к петарде буквально в течение 15 минут. После этого просто взять петарду, налить банку с водой и туда положить на 2 суток. Потом утилизируется также она с бытовым мусором. Сергей добавил, что при несоблюдении техники безопасности новогоднее развлечение может закончиться трагедией. Начиная от ожогов и заканчивая летальным исходом. Чтобы этого не случилось, фейерверк нужно покупать в специализированных магазинах. А также внимательно читать инструкцию, которой нужно следовать. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.